Этот сияющий белизной утес – то ли полуразрушенный средневековый замок с тончайшей филигранной отделкой, то ли маленький ледник, непостижимым образом сохранившийся на небольшой высоте в жарком турецком климате, то ли декорация фантастического фильма «Катастрофы» о глобальном похолодании. Это хлопковый замок Памуккале, что высится в западной Анатолии в 19 километрах от города Денизли. Вообще, Памуккале – это спящий вулкан. Вода, проходя через неостывшее чрево горы, выходит на поверхность в виде горячих источников, насыщенных солями кальция, магния и углекислым газом. Температура в них достигает 40 градусов по Цельсию. Задолго до возникновения великих цивилизаций древние охотники и земледельцы приходили сюда лечиться. Первыми, кто обосновался здесь всерьез и надолго, были ледийцы. Две с половиной тысячи лет назад они основали здесь форт, который, кстати, сохранился и до наших дней. Александру Македонскому здесь тоже очень понравилось. Покорив Лидию, он приказал пергамскому царю построить здесь город и назвать его Хирополисом – священным. Позже римляне превратили город в курорт, а после визитов к Леопатре, известной любительнице омолаживающих процедур, слава его достигла вселенских масштабов. Главный источник, в котором купалась царица, переименовали в ее честь. И в провинциальную Анатолию двинулись тысячи жаждущих исцеления. Бассейн Клеопатры – важнейшая составляющая этой поездки. Если на белых террасах вы можете в лучшем случае помочить ноги, и то под бдительными взглядами местной охраны, то здесь плавайте между остатками древних сооружений, пока не подурнеет. Врачи рекомендуют не более 20 минут. Но вернемся к старому Хирополису. Расцвет Хирополиса совпал с расцветом Римской империи. Именно тогда на окрестных холмах возник гигантский некрополь. Возможно, самое большое из известных нам античных погребений. Примечательно, что это мрачноватое место в свое время очень полюбилось разбойникам. Они здесь прятались и скрывали свою добычу. Саркофаги делали из того же известняка, из которого состоят склоны легендарной водолечебницы, что вряд ли настраивало пациентов на жизнеутверждающий лад. Если же учесть непосредственную близость грота, в глубине которого по преданию поджидал умерших Харон, чтобы перевести в царство мертвых, то можно предположить, что совокупность этих факторов сводила терапевтический эффект к нулю. Но народ все ехал и ехал. Едет до сих пор, несмотря на то, что от Хирополиса нынче остались рожки до ножки. А площадь Белоснежного утеса год от года уменьшается. Пессимистичные ученые вообще пророчат гибель этого природного комплекса уже в обозримом будущем из-за постоянного уменьшения потока минеральной воды. И этот процесс уже виден невооруженным глазом. Поэтому советуем не откладывать ваш визит сюда. Можете не успеть. Редактор субтитров А.Семкин